Фокус? Фокус есть. Здравствуйте, дорогие друзья, это Федери влог номер А, черт побери, я вспомнил, это Франч ТВ. Меня куда-то везут, неизвестно куда. Андрей Федери, ведущий и самый дорогой маркетолог Украины. Два часа его консультации стоят примерно 2500 долларов, поэтому нам пришлось под видом журналистов сделать с ним это интервью, по сути, получив ту самую консультацию. Мы решили не резать интервью на несколько выпусков, а сделать один такой большой полноценный выпуск, но вы сможете всегда воспользоваться нашими замечательными тайм-кодами в описании этого видео. Я вам желаю приятного просмотра и обязательно досмотрите это видео до конца, мы приготовили для вас массу полезных сюрпризов. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, в общем, умолкаю, давайте уже наконец-то слушать Андрея. 15 лет назад я уже записывал с тобой интервью, еще тогда на диктофон, так что получается, мы с тобой, я до сих пор журналист, а ты до сих пор маркетолог. Отлично. Меня все устраивает. Как ты думаешь, мы выбрали с тобой правильный путь, профессия на всю жизнь или занятия? Я просто думаю, что моя профессия все-таки, если быть так более честным, это профессия предпринимателя. Я считаю, что маркетолог это не профессия, это образ мышления. И образ мышления очень продуктивный и выгодный. Потому что суть маркетинга и предпринимательства одна и та же. В том, что ты научишься и умеешь потом чувствовать людей, предчувствовать их потребности и для этого создавать новые продукты, новые сервисы и о них рассказывать миру. Вот в чем суть профессии. Мне кажется, что чем бы человек не занимался, хочет он быть банкиром, хочет он продавать макароны, то вне зависимости от этого он обязан быть маркетологом. То есть можно рискнуть и всю жизнь заниматься продажей макарон, да? И стать в этом лучшим? Вообще не та мысль. Можно делать, продавать что угодно, если за этим стоит правильный алгоритм мышления и за этим стоит правильная логика. При этом вообще не важно, что ты продаешь. Если ты выбрал для себя макароны, отлично. Если выбрал что-то другое, отлично. Я считаю себя, безусловно, маркетологом по образу мышления, но при этом я не могу сказать, что маркетолог это моя профессия, потому что у меня нет начальника. Скажем, я сам себе начальник. У меня есть активы в каких-то вещах, которые формально никак не связаны с маркетингом и со временем их будет больше. Я думаю, что в ближайшие 10 лет их там будет радикально больше. Но именно благодаря тому, что у меня есть определенный образ мышления, эти штуки тоже работают. Я понимаю некоторых ребят, которые мечутся. И, кстати, история знает, много примеров, когда вот тот же создатель KFC, полковник Сандерс, он же к 50 годам только понял, что курица это смысл его жизни и до смерти этим занимался. До этого перепробовал штук 20, наверное, разных видов деятельности. Как понять, что это твой условно путь или это слишком? Это очень просто. Мне однажды один пожилой человек сказал, что добро от зла отличить очень просто. То, что тебе приносит энергию, это добро. То, что забирает энергию, это зло. Если ты закончил рабочий день, а ты полон сил и думаешь, блин, как-то рано он закончился, всего через 12-14 часов, то ты точно на своем месте. Если ты с ужасом и с трудом себя туда, на эту работу вытаскиваешь, еще нет обеда, ты уже без сил, но значит, что-то не так. Значит, что-то надо менять. Поэтому мне не было каких-то терзаний, то или не то. То есть вопрос как, да, то есть вопрос в каком формате, вопрос с кем. Эти вопросы, они всегда актуальны. А чем заниматься? Ну, у меня, к счастью, метаний не было. Чем отличается студия Артемия Лебедева от Федери в глобальной? Это разные компании. Почему? То есть они работают там... Задачи одинаковые, по сути, выполняют. Ну, творческие компании, так или иначе, каждая является индивидуальностью. Потому что у Артемия Лебедева, которого я безоговорочно уважаю... Знаком? Да. Лично? Да. Безоговорочно уважаю. И любые разговоры про то, что Артемий скурвился или там он не тот. Вот. Это все там визги импотентов, да. То есть это человек, который сделал все равно огромный творческий бизнес и сделал огромный вклад, как минимум, там в дизайн русскоязычного пространства. У него есть какие-то свои принципы, да, скажем так, того, как он строит творческую организацию. Это его право и то, как он строит свою жизнь. У меня есть свои принципы и так сказать. Поскольку это творческая организация, мы можем позволить себе что угодно. Если я введу правила завтра всем ходить на работу только в шапках, окей, кто-то эти правила примет. Но это мои личные вавки. Это я имею на это право. Творческая организация имеет право быть ровно такой, какой она хочет. Ладно, давай поговорим об одном проекте Артемия Лебедева. Ну, это как бы серия проектов экспорт-дизайн. Ну, если вкратце, да. То есть он за 100 тысяч рублей, это примерно 1800 долларов, 1700. Делает логотип и базовый фирменный стиль, но клиент не может ничего делать. Должит согласиться с тем вариантом, который выберет студия. Они это делают быстро и вот на таких условиях. И в принципе для них это довольно дешево. Потому что у них старт начинается от миллиона, по-моему. Для тебя, с точки зрения бизнеса, это классная идея сделать так? Отказаться от вот этой суматохи с утверждением клиента? Насколько это действительно является проблемой для маркетинга агентства? Нам на данном этапе развития Федерев это неинтересно. Вопрос заключается в следующем. Что им движет? Желание уйти от согласования? Желание создать крутую работу? Или желание кому-то помочь? Или желание заработать деньги? Давайте идти от того, что, скорее всего, это коммерческая организация, которая не хочет терять определенный сегмент клиентов, которая не может позволить себе их услуги. Но они поэтому сокращают стоимость, себестоимость и дают, в общем-то, там жесткие условия контракта по этому поводу. Для меня что это означает? Это значит, что у них есть какой-то творческий ресурс, который избыточен и который они могут продать в розницу. Назовем это так. То есть, скажем так, по маленьким проектам. У меня в свое время был опыт создания подобной структуры. Мы пошли другим путем. Это было еще в холдинге Video International. Это мое первое агентство в 2002 год. Создание агентства Абрикос. Скажем так, когда мы сделали специальное агентство для малого и среднего рекламодателя. Это был очень тяжелый эмоционально изматывающий опыт, потому что малый бизнес не означает, что у него есть маленькие требования. На него, на самом деле, для того, чтобы вдуматься, сделать что-то, сделать что-то крутое, нужно тратить много времени. Ну, то есть, не бывает чудес. Я не верю в то, что дизайнер шел, ему пришла какая-то гениальная просто идея, и он ее завтра наутро выдал, забрал свои 1800 долларов и пошел дальше. Я в это не верю. Я верю в процесс. Я верю в творческую технологию. И для того, чтобы у нас в результате получилась классная стратегия или классный дизайн-проект, или классная компания, мне нужно пройти определенное количество стадий, когда талантливые люди будут иметь возможность потратить на это достаточное количество времени. Поэтому у нас сейчас проблема в другом. Мы не успеваем принимать в работу те большие и интересные проекты, которые полностью соответствуют нашим стандартам. Качество работы, взаимоотношения и так далее. У меня вообще нет проблем с утверждением. У меня есть проблема с поиском талантов для того, чтобы работать на том топовом уровне, к которому мы стремимся, который часто находится выше, чем уровень ожиданий наших клиентов. Поэтому я понимаю, что для меня появление подобного продукта, например, внутри было бы расфокусировкой. Мы бы скорее проиграли, чем выиграли. Если Артемий почему-то решил это делать, это его право. Молодец. Окей. Но качество работы может быть оправдано таким подходом? Это три логотипа, если что. Я не знаю ситуации. Я не знаю. А середине это тоже логотип. Самодостаточное. Он выглядит вот так. Ну хорошо. Вероятность того, что получится, исходя из этого что-то очень классное, она невысока. Окей. Этот логотип можно улучшить? Франч ТВ? Ну конечно. Это отстой или... Да нет. Здесь есть минимализм, но здесь нет идей. Никакой. Вообще никакой, да? Ну никакой. Ну то есть у меня была... Какая история? Какая история косточки? Здесь нет занозы. Ничего не цепляет, не режет. Ну он такой же как Евроньюз, да, кругленький. Или как МТС. Но проблема минимализма в чем? Круглые штуки могут выбирать очень, даже небольшие, гигантские компании. Потому что они этот символ заберут себе в массовом сознании. Windows много лет шла к системе из четырех квадратиков. Но это Microsoft. С их возможностями. Когда-то мне нужно было сделать логотип для Федерев, потому что я выступал на конференции. У меня было много разных бизнесов. Это был 2009 год. И я хотел, чтобы был просто один логотип. Чтобы не было маленькой могилки логотипов внизу слайда, где я укажу все компании, в которых я участвую. Я пришел к дизайнеру. Он нарисовал у вас кружочек. У меня был овал. Я говорю, ну в этом нет ничего интересного. Не о чем говорить. Нечего обсуждать. Он говорит, так а что ты хочешь, чтобы я нарисовал, ты мне дал на это 15 минут. Я посмотрел на этот овал, он был вот такой. Говорю, ну нарисуй косточку. Он говорит, какой? Он говорит, ну пририсуй четыре кружочка. Четыре кружочка. И тогда будет все окей. Он нарисовал за, я об этом говорю, 28 гривен. Потому что я, да, спасибо. За 28 гривен и тарелку борща, вот этот вот логотип. Он выглядел по-другому. Там был другой шрифт, там был другой этот самый. Ну я начал его использовать. Ко мне начали подходить люди и говорить, а почему косточка? Потому что хороший бренд это начало диалога. Хороший бренд это вопрос, а не ответ. Когда все понятно, то ну окей. Потом, когда мы открыли компанию, прошло там несколько месяцев, я видел, что логотип не настолько профессиональный. Мы тогда работали только со стратегией. Я обратился в студию своего формально конкурента. То есть это Юрко Гуцеляк. Заказал у него проект, который тогда стоил дорого для меня. И тем не менее, он сделал там правила использования стиля. Он перерисовал форму косточки. Потом прошло еще пару лет. Мы поняли, что компания не может называться federif.com. Потому что .com это лишние четыре буквы. Потому что когда ты печатаешь хэштег в инстаграме или говоришь, это лишнее усилие. Тогда мы убрали .com. Тогда у нас появился другой шрифт. Тогда у нас появилась асимметрия. Федериф не посередине написано. Специально. Ну шрифт не выровнен. Потому что казалось бы, ну это же симметричная форма. Но тогда они интересны. Нужно, чтобы было интересно. Поэтому я считаю, что это точно неплохой логотип. Это хороший basic уровень. Это точно окей. Но я не могу сказать, что это вау. Друзья, прервемся буквально на минутку. Со мной в студии Александр, ведущий блога Большая Рыба. Саш, привет. И кстати, как тебе наш логотип? Логотип симпатичненький. Но я, наверное, не эксперт в этом. Поэтому Андрей, наверное, лучше прокомментирует. Он уже это сделал. Посмотришь в выпуске, как это было. Саша, скажи, что у тебя за канал? Канал об IT-предпринимательстве. Это те люди, которые сделали сами себя. И кстати, у нас нет вообще цензуры. Материтесь? Бывает. Бывает. И следующий гость буквально сегодня выходит передача с Димой Дубилетов. Круто. Посоревнуемся с тобой в количестве посмотров. У нас есть на канале интервью с Димой Дубилетов больше 100 тысяч собралов. Я буду стараться. Мы тут, знаете, ютюберы, любим мериться количеством посмотров, подписчиков. Но, Саша, сразу тебе скажу, чтобы добиться хотя бы такого показателя, как у Франч ТВ, нужно постараться. Что у тебя есть для того, чтобы не только качественным контентом привлекать зрителей, но и чем-то еще. Я, кстати, сам не люблю халявы, поэтому я подготовился. Друзья, хочу вам подарить, дать возможность заработать вот эту замечательную камеру. Заработать, внимание. Заработать, да. Все, что нужно. Подписаться на канал Большая Рыба, оставить разумный комментарий к видео с Димой Дубилетом. И 1 июня в прямом эфире мы разыграем вот эту замечательную камеру и объявим победителя. Друзья, имейте в виду, что я подписан на канал и тоже буду соревноваться с вами за эту камеру, потому что, как вы видите, нам она тоже нужна и тоже будем сражаться 1 июня в прямом эфире. Друзья, оставим ссылочку на подписку и подробные условия в описании этого видео. Переходите на канал Саши, будем смотреть вместе. Сейчас самое дорогое маркетинговое агентство в Украине. Какой нижний порог входа? Я не знаю. Я думаю, что да. Нижний порог входа с какой точки зрения? С любым проектом. Тут очень важно понимать, что мы работаем фактически в двух форматах. Формат номер один – это когда мы работаем как креативный партнер. Примеры? Пример 30, может быть, 50 тысяч евро за проект, который может длиться 2-3 месяца примерно. Что это может быть? Это может быть рекламная кампания. Что это может быть? Это может быть разработка бренда Identity. Это классические два продукта, которые пользуются большим спросом. Мы этого делаем много. Это можно взять, сделать и после этого жить с этим годы. Скажем так. И поэтому вопрос для меня дорого ли? Это мне этот вопрос смешной. Если человек меняет свой вообще внешний облик и потом пользуется этим 5-10 лет, и эта штука ему обошлась в 50 тысяч, давайте посчитаем, что это, например, на 10 лет. У меня много брендов, которым мои клиенты потом не прикасаются в течение долгого периода времени. Сейчас это начало 2000-х. Есть бренды, которые мы делали в агентстве Абрикос, к которым только сейчас приходят какие-то изменения. То есть, неважно, бетон над Ковальской, какие-то вещи там УГМК, компания Ависта, сабельки, которые на бутылке Хортицы, которые сделаны еще в 2000, по-моему, втором году. То есть, скажем так, все меняется, но какие-то вещи являются константами. Вот эти константы, если вы поделите 50 тысяч евро на 10, это будет 5000 евро в год. А если вы поделите еще на 12, сколько это будет? 400 евро. 400 евро в месяц для вас стоит классный бренд. Я никого не уговариваю. К счастью, мое большое счастье, что мне уже точно не нужно никого уговаривать. То есть, если компания хочет с нами работать, мы договоримся. Если не хочет, это их выбор, пожалуйста. Есть огромный рынок и можно кого-то другого выбрать. Второй тип проектов, которые мы делаем, это более сложные проекты, это те проекты, из-за которых нас ошибочно считают дорогими. Это консалтинговые, долгосрочные проекты, которые связаны с менеджментом изменений и инноваций. Что это за проекты? Если есть огромная компания, примеры, не знаю, Ащетбанк, Новая Почта, не знаю, Укрнафта, да, им нужно не просто перерисовать логотип и создать правила использования стиля, которыми будут пользоваться внутри и вне компании, а которые хотят переосмыслить свой бизнес, исходя из того, как сильно изменился мир вокруг, из того, как сильно изменился потребитель, сначала на основании этих новых выводов изменить себя, изменить, возможно, свою внутреннюю культуру, изменить, возможно, какие-то продукты, изменить сервисы и так далее, потом поменять дизайн, потом поменять коммуникацию и так далее, то эти проекты идут годами и, конечно, они стоят сотни тысяч евро. Сколько стоил проект Ащетбанку? Ащетбанк – неправильный пример в этом смысле, потому что Ащетбанк – это в том числе наша социальная ответственность. Что я имею в виду? Когда начали многие вещи в Украине происходить, лет 10 назад я объявил себя бренд-менеджером Украины для того, чтобы привлечь к этому внимание. Я хотел, чтобы страна адекватно подготовилась к Евро 2012. Я бился, стучался в какие-то разные двери, что-то предлагал и так далее, у государства не было заказчика. Из этого проекта, те вещи, которые по-настоящему получились, мы тогда успели сделать бренд Донецка, мы успели сделать бренд Киева, но это все было очень непродуктивно с точки зрения затрат времени. Тогда мы решили, что окей, мы будем не пытаться работать с большими какими-то властями, стремиться к этому, тратить на это усилия. Мы будем делать какие-то конкретные проекты, которые будут иметь очень четкого лидера внутри и будут иметь очень осязаемые результаты, которые будут делать жизнь в Киеве, в Украине намного лучше, конкретно, в общем-то, в очень понятных вещах. Мы сделали проект для Киевского зоопарка, фактически абсолютно бесплатно. Мы сделали проект для Готова, это центр по работе с документами государственный. Тоже бесплатно? Там у нас были партнеры, которые нам чуть-чуть помогали, но это еще раз, это не те коммерческие цены. По Асчетбанку, в общем-то, там была абсолютно специальная цена, особенно там первое время, я могу сказать так, что я не знаю, работали ли мы в убыток, да, скажем так, но многие вещи, в общем-то, там не были коммерческими. Новая почта – это классический коммерческий проект, которым я очень горжусь, потому что это там великолепные, грандиозные украинские предприниматели. Фактически воплощение украинской мечты. И я рад, что мы являемся, скажем так, одной из компаний, которая сделала какой-то вклад в их положительное развитие в течение последних 5 лет. И это круто. Это проекты сложные, дорогие. Для меня это очень интересные проекты. И сейчас как раз мы стремимся к тому, чтобы именно их было больше, для того, чтобы результатом нашей работы был не новый логотип, а глубокие изменения в бизнесе, которые приводят к изменению маржинальности, которые приводят к какому-то эмоциональному фону внутри компании, которые приводят к другим эмоциям потребителя. Это маркетинг. Это не реклама, это не дизайн. Это настоящий маркетинг. Если маркетинг-директор, то есть хороший, может стоить 3, 5, не знаю, может быть больше 1000 долларов в месяц, по-настоящему хорошие будут стоить 7, 8, 10, скажем так, то здесь речь идет о продаже огромной команды. При этом мы же не говорим про какие-то астрономические вещи. Я встречался с одной компанией в Германии. Они говорят, если гонорар наш меньше 200 тысяч евро, мы в принципе не разговариваем. Мне мой клиент рассказывал, они мои товарищи, у них есть амбициозный проект в США, они искали крутое американское агентство. Мы им сказали лучших категорий, то есть скажем так, они обратились в одно нью-йоркское агентство, знаменитое. Те говорят следующее, что если у вас нет 2,5 миллионов долларов на наш гонорар, мы не будем обсуждать проект. Они взяли тайм-аут, подумали, вернулись в это агентство. И говорят, вы знаете, мы подумали, мы готовы обсудить с вами такой гонорар, хотя для нас это очень много. Им говорят по почте или по телефону. Говорят, вы знаете, если вы думаете, если для вас этот гонорар вопрос сомнения, нам нет смысла даже встречаться. 2,5 миллиона долларов. А мы говорим про что? 30 тысяч евро? Ну, то есть смешно. Андрей, ты 3 года назад писал, у меня есть цель, я хочу сделать Федорев лучшим местом для работы крутых маркетинг-директоров. Мы предлагаем оплату ощутимо выше рынка, благодаря прямой привязке к результату. Спустя 3 года это все так же? И второй вопрос. Как это происходит, вот эта привязка к результату, на примере любого дизайнера? Это моя, как сказать, одна из любимых тем, потому что это та тема, над которой я сейчас много работаю. Потому что сейчас я лично уделяю намного больше внимания менеджменту агентства, чем маркетингу агентства. Что такое для меня менеджмент? Это архитектура, структура и тип взаимоотношений, которые мы определенным образом перестраиваем. Могу ли я сказать, что то, что я написал 3 года назад, сбылось? Да, но. То есть сейчас движущей силой нашего агентства вперед являются, мы их называем бренд-лидеры или лидеры юнитов. Это мои фактически партнеры, которые разделяют со мной определенные риски, связанные с теми показателями, которые показывает агентство. У каждого юнита есть свой план, у каждого юнита есть своя прибыль и в зависимости от того, какую прибыль сгенерировал юнит в этом месяце, меняется оплата этого человека. Каждого из лидеров? Я могу сказать, что каждого из лидеров и этот же результат, он формирует премиальный фонд, который позволяет премировать за какой-то вклад каждого из сотрудников, если лидер посчитает это важным. То есть если вы читали книгу про организации будущего, то для меня это как раз попытка... Я не могу сказать, что я строю бирюзовую организацию, но я точно не строю красную организацию. Я строю, в общем-то, саморазвивающуюся творческую организацию, которая должна сохранять дух маленькой компании. Когда я начал об этом думать, когда... Это как раз года три назад было. Когда настало больше 50 человек, мы начали превращаться в бюрократию, у нас начали появляться классические признаки, такие большие корпоративные серии. «Ой, а у нас нет ресурса, ой, а у нас трафик, а у нас...» В общем-то, мы это поменяли, и я создаю очень гибкую, очень подвижную организацию. Например, что мы делаем в Берлине сейчас? Мы строим еще один юнит. У юнита уже есть лидер, юнит уже взаимодействует с другими юнитами, и его лидер точно так же привязан к результату. Но, честно, мне завтра будет почти все равно, чем будет заниматься юнит, если во главе него будет классный лидер, и он будет рассматривать Федерев как платформу для того, чтобы развивать свои предпринимательские или творческие таланты, или формировать эту команду. Твои сотрудники в юнити, например, знают зарплату друг друга? Думаю, что нет. Но, скажем так, думаю, что нет. То есть такого струбового правила, как у Лебедева, под страхом смерти? Нет, казни нет. Казни нет. Я в целом, я могу сказать так, что мы идем к достаточно открытой системе. То есть я могу сказать так, что бренд-лидеры, лидеры юнитов точно, точно, гарантированно знают зарплаты друг друга, знают показатели друг друга, знают показатели компании и обновляют эти данные для них еженедельно. При желании они могут их получать в реальном времени. То есть у меня нет того, что, знаете, там, разделяя властвую. Вот ты, юнит, я тебе скажу. Но это прошлое. Сейчас вот то, скажем, что, о чем мы, например, с Димой говорили в интервью, то есть которая будет тоже в Федере Влог. Про открытость. В общем-то, современный мир. Давайте посмотрим на швейцарские банки. Давайте посмотрим на изменение законодательства, связанного с конфиденциальностью. Он принуждает нас к открытости. Если бы я был правителем западного мира, в какой-то момент, с точки зрения борьбы с терроризмом, я думаю, этот момент наступит намного раньше, чем мы думаем. И это может быть квантовым скачком в мировой экономике. Будет отменен, например, наличный доллар. Например, правители западного мира, не знаю, США и Европы, договорятся и в какой-то день, например, 24 декабря, в рождественский вечер скажут, дорогие друзья, поздравляем с Рождеством, с 1 января доллар и евро, наличный перестает свое хождение. Поскольку все вы, ха-ха, все хорошо давно задекларировали, и у вас вообще не будет проблемы объяснить, откуда у вас кэш, то, пожалуйста, с 1 января до 31 марта обращайтесь в банки, приносите кэш, кладите на счет вместе с декларацией, и все у вас будет в порядке. Если этого не получилось, извините, это просто бумажки. И мне кажется, что появление крипты, блокчейна и так далее, это тоже форма противостояния, когда у тебя есть мир, который может и будет, скажем так, очень жестко контролироваться какими-то правителями или правительствами, или системами. Об этом очень много давно уже написано в антиутопиях, что ты равно твой браслет, он же паспорт, он же телефон, он же кредитная карта, он же профайл в фейсбуке, он же идентификационный код, он же номер в этом, и тебя можно отключить от системы. И будет, по идее, там две территории. Может быть, там дикая территория, где эти штуки работают только в каких-то местах, но при этом ходит кэш, или при этом ходят старые доллары, но с новой печатью, или где территория биткоина, или чего-то еще, и там ты должен сходить с пистолетом, потому что все работает без правил. И есть очень закрытые, очень безопасные такие миры, оазисы, да, но в которых жесточайшие правила и стопроцентная прозрачность. Ты хочешь быть частью города Нью-Йорк или частью территории Силиконовая долина, ты въезжаешь за эту колючую проволоку, ты не можешь ехать, а, без браслета или без временного браслета, ты принимаешь, что камеры покрывают сто процентов паблик спейса, ты принимаешь, что тебя, не знаю, там навсегда отсюда изгоняют за воровство, ты понимаешь, но все люди-братья и пи-слав и все остальное. Если ты покидаешь эту территорию, то, ну, сори, да, вот двухстволка, да, каждый за себя, черный хирург, ну, все вот такое вот, как примерно, как в безумном Максе, да, скажем так. Я вообще не исключаю, что мир пойдет по этому вектору. Я об этом впервые начал задумываться, когда мы снимали ролики в Южной Африке в 2007 году, когда мы приехали в фантастические, ну, я бы сказал, райское место на земле, это большой очень девелопмент, такой маленький городок, да, то есть он такой коттеджный, все маленькие двухэтажные домики, белые, только белого цвета, куча зелени. Возле каждого домика есть специальная маленькая парковка для гольф-машинки, потому что все жители этого городка передвигаются по городу на гольф-машинках. И он же переходит в гольфовое поле, которое переходит в парк, там, озеро и так далее. Мы снимали там несколько часов, я зашел за домик, и что я вижу? Семиметровый забор, за которым два метра колючей проволоки, а сверху идет электрический ток. Почему? Потому что в этот город нельзя проехать, попасть, да, а вокруг него ездит военизированная охрана с пулеметами, потому что за стеной этого прекрасного волшебного оазиса совсем другой мир, где есть люди агрессивные, бедные, больные, готовые играть без правил. Каждый должен для себя будет принять какие-то вещи. Поэтому, мне кажется, к разговору про зарплаты, чем более прозрачным будет ваш мир и с юридической, и с финансовой, и какой-то другой точки зрения, тем будет лучше. И мне кажется, это тренд. Поэтому, если мы строим бизнес там на 10 лет вперед, то он должен быть изначально прозрачным, аудируемым, легальным и так далее. Да, ты можешь выбрать себе юрисдикцию, да, ты можешь мыслить, ну, как тебе это построить, но не прятаться, потому что ты не спрячешься. Это важно. То же самое с зарплатами. Чем более прозрачной будет система, тем более спокойно ты будешь спать. Друзья, пока вы переводите дух от того объема информации, который только что поделился с нами Андрей и поделится еще, я хочу вам напомнить, что наша компания Франч уже более 15 лет занимается упаковкой франшиз. И мы на самом деле на этом бизнесе, как и Андрей, в маркетинге буквально собаку съели. вы можете посмотреть наши кейсы и нашу презентацию. Вот здесь должна быть подсказка, и мы оставим ссылочку в описании этого видео. Поэтому, если у вас есть классный бизнес, который вы давно хотите упаковать во франшизу, мы те самые ребята, которые помогут вам с этим. Твой друг Дима Портнягин всех хочет сделать предпринимателем. Это правильно? Давайте будем точными, да. Дима Портнягин не мой друг. Он мой приятель, если можем так назвать, потому что виделись мы с ним три раза в жизни, то есть я не называю людей, которыми я виделся три раза в жизни, друзьями. У меня есть мои друзья, их мало, и это совсем другое. С Димой у меня приятные, приятельские отношения, и он мне очень симпатичен. Как человек, от которого исходит действительно очень спокойная, очень позитивная энергетика. Человек, в котором почти нет агрессии. То есть, скажем, мне это очень нравится. Второе. Дима Портнягин не хочет всех сделать бизнесменами или предпринимателями. Он дает тем людям, которые об этом задумываются, много пищи для вдохновения и много пищи для, не знаю, каких-то мыслей, каких-то внутренних изменений и так далее. Я думаю, как человек, который когда-то учился во дворце пионеров и уже тогда мечтал о том, чтобы быть предпринимателем, подобная информация бесценна. Когда о ней свысока рассуждают люди уже с существующими большими бизнесами и так далее, и так далее, и они говорят о том, что ой, это так примитивно, это попса, это то, это все. Я считаю, что они немножко лукавят. Потому что момент даже не старта, а момент разбега, подготовки, внутренней какой-то готовности к этому старту, то вот эти вещи могут стать решающими. Поэтому я считаю, что его социальная миссия в этом выполняется. Зарабатывает ли он на этом? Конечно, да. Но тогда вопрос, если мы говорим о бизнесе и о предпринимательстве, кто решил, что он не должен на этом зарабатывать? Если он зарабатывает много, значит, он молодец. Значит, он понимает, что такое бизнес, и давайте пусть люди у него учатся. И дай ему бог здоровья. Каждым должен стать предпринимателем? Конечно, нет. Я думаю, что это, по моим оценкам, 4% людей. 4%, может быть, 10%. то есть, от 4 до 10, не больше. От населения страны? От населения планеты. От населения планеты. Это вопрос тоже, я бы даже не связывал это с успехом, это вопрос набора качеств. Да, то есть, потому что я встречал огромное количество людей, которые были талантливыми, умными, аналитичными, глубокими, системными. Я могу перечислять очень большое количество хороших черт. но потом, почему-то, им не хватало какого-то магического ингредиента, который бы был как вишенка на торте всех их талантов и позволял бы им делать успешные проекты, позволял бы им масштабироваться. Мне кажется, мне кажется, вот я об этом много тоже там размышляю, в чем этот ингредиент. Я думаю, что это несколько компонентов. Первое, это готовность принимать риски и ответственность. Первое. Если ты не готов принимать на себя риски и 100% рисков, 100% ответственности, это не про предпринимательство. То есть, многим людям это дискомфортно. Наличие этой ответственности делает их жизнь, делает их несчастными. То есть, у меня ответственность за моих 4 детей, за мою семью, за мои компании, за моих клиентов. Скажем так, для меня, я от этого становлюсь счастливее. А кого-то это разрушает. Это первое. Второй вопрос, это вопрос, я бы сказал, силы воли и беспощадного отношения к себе. То есть, готов ли человек себя мучить? Потому что предпринимательство требует постоянного развития, а соответственно требует доказательств, которые стартуют с тебя. То есть, предприниматель немножко мазохист. Предприниматель должен иметь силу воли для того, чтобы заставлять себя, делать какие-то вещи, которые могут оказаться неприятными и делать это на рутинном уровне. То есть, ты хочешь читать книги, не хочешь читать книги, хочешь ты смотреть видео, не хочешь ты смотреть видео. Если ты хочешь быть предпринимателем и хочешь, чтобы компания была успешной, ты обязан это сделать. Если тебе это не нравится, ты обязан себя заставить это сделать. И вопрос, если у тебя что-то не получается или что-то ты не умеешь, например, тебе неинтересны финансы, потому что ты гуманитарий, а это, например, что-то математическое. Ну, сори, тебе нужно взять себя в кулак и заставить себя заняться финансами, если ты предприниматель. И вот сочетание этих двух вещей, что люди, например, или не готовы рискнуть всем, да, и своей мнимой стабильностью, мнимой, да, потому что ее не существует в принципе в мире, и готовы, в общем-то, там, ради этой потенциальной стабильности пожертвовать своей мечтой, это одна история, и второе, что люди очень берегут свою зону комфорта, они говорят, да, но, и тут такие звездочки пошли, да, но, я не готов работать в выходные, или там, да, но, не хочу перелетов. Я тоже, я ненавижу летать на самолетах, друзья. У меня больше 150 перелетов в год, больше 150 перелетов в год, и что делать? Ну, окей, научился, научился не обращать на это внимания, научился, адаптировался организм, перестал, в общем-то, там, бояться турбулентности, перестал, ну, это цена, ну, то есть, ты не можешь строить глобальный бизнес и не летать, ну, то есть, это вот так. Если вы строите маленький бизнес, ну, хорошо, строите маленький бизнес, это ваш выбор, но мой выбор другой. А я Диму до билета тоже об этом спрашиваю, он тоже терпеть не может летать, но приходится. Твой совет для себя же самого, как вот не бояться? Первое, почитать статистику. Это не помогает? Ну, почитать ее внимательно. У вас шанс разбиться на самолете, это 1 к 9 миллионов 200 тысяч. Это нормальный шанс. Это нормальный риск, его можно принимать. Второе, понять, что прошлый год в истории авиации был самым безопасным. Количество лайнеров, которые разбилось, ну, вот такой вот гражданской авиацией, было ничтожно по сравнению с всей историей мировой авиации. То есть, ситуация не такая плохая, авиация делает какие-то выводы. Следующее, самолеты не падают из-за турбулентности. Ну, то есть, когда трясет и так далее, самолет не падает. То есть, это окей. Я летал даже за штурвалом самолета над Берлином, потому что у нас клиент связан с малой авиацией в Берлине. Он говорит, он потомственный пилот, он говорит, воздух это вода. Когда ты плывешь на лодке, ты же не ждешь, что у тебя вода будет как каток, будет абсолютно ровно. Это волны. Не может быть вода без волн, не бывает моря без волн. Мы любим море за волны. Так то же самое. Когда ты летишь на самолете, воздух это вода, воздух это волны. И, конечно, лодку немного трясет. Но это плановая тряска. It's ok. Ну, вот так вот. И следующий совет, который очень важен, в общем-то, это самое продуктивное время. Самые лучшие перелеты, которые у меня были, это перелеты когда. У меня рядом был интересный собеседник. Как правило, из числа моих сотрудников или соратников. И мы вместе думали о том, как решить какую-то задачу. Мы проводили, считайте, что брейнсторм. Да. Мы не замечали, как проходит перелет. Сторм за окном еще при этом. Это не важно. Это вообще не важно. Надо не делать из этого большую штуку. Это всего лишь перелет. Я научил себя о том, что если я сел в машину после перелета, я забываю о том, что был перелет. Все. Я нахожусь в обычном режиме, как будто его не было. То есть мне не нужно, о боже, я был в перелет. Мне нужно принять душ. Полежать, прийти в себя. Выпить. Перелет был в 2 часа дня. Да, ну и пить. То есть я пью только, если это вечер и так далее. И еще важно стараться избегать авиа еды. Авиа еда плохая еда. Там консерванты. Там еще что-то. Она невкусная. И даже в бизнес-классе она невкусная. То есть в принципе. Она в принципе. Туркиш Аirlines, Эмирейтс в бизнес-классе отлично кормят. Молодцы. Но все равно есть какие-то вопросы. Ты летаешь только бизнесом? Нет, конечно. Я летаю бизнесом на межконтинентальные перелеты. Особенно, если мне сразу после перелета нужно быть свежим и делать дела. И по Европе я фактически летаю бизнесом только в случае, если это единственная опция, которая доступна. А мне надо лететь сейчас. По Европе я летаю экономом и моя корона не падает. Я в данном случае в большей степени сторонник модели западного мира. В чем модель западного мира? От восточного. Восточные это очень жесткое разделение. Богатые и бедные. И это вопрос, где принято выпячивать свое богатство. Я богатый, я лучше, чем ты. У меня золотые часы. У меня еще что-то, еще что-то, еще что-то. И это для человека часто очень важно. Я сторонник европейской модели, когда люди изо всех сил стараются, в общем-то, не выпячивать ничего, казаться проще, чем они есть. И вот такого нормального минимализма. Потому что все равно, по прошествии многих лет я понимаю, что кеды, джинсы и футболка – самая удобная для меня одежда. Вопрос снова про деньги. Но прежде чем задам, уточню. Евгения Черняка, ты считаешь своим другом, учитывая предыдущий ответ на счет Портнягина? Как это связано? Ну, просто вопрос будет про Черняка. Его можно назвать твоим другом? Ну, я могу сказать, что, наверное, я могу его назвать своим хорошим товарищем и приятелем, с которым мы общаемся с достаточно большой периодичностью с 2001 года. Я могу сказать, что я восхищаюсь многими его чертами. Мы иногда по каким-то вопросам спорим или даже ругаемся. В общем-то, я не назову это конфликтами, но у нас есть достаточно эмоциональное общение, по работе или не по работе. Мы сейчас не работаем ни по каким проектам, но тем не менее, все равно спорим. Отлично. Он на бизнес-констрате склеснулся с Димой Портнягиным по вопросу «назови маржу компании». Дима пытался как-то невнятно съехать с этой темы, сказал, что он ее не знает, и за это получил в соцсетях большой хейт, мол, он такой открытый в трансформаторе, а тут говорит, что не знает даже маржу своей компании. Как ты считаешь, предприниматель на публике обязан ли обсуждать деньги свои? Как я уже сказал, Дима Портнягин, мне кажется, он про другую энергетику. Для Жени и проект Big Money, и в целом работа в бизнесе, исходя из того, в каком он работает в сегменте, это вопрос постоянных спаррингов, то есть постоянных схваток. Дима по-другому относится к бизнесу. Возможно, это просто тоже вопрос столкновения не столько знаний или незнания маржи, сколько столкновения философий, потому что Димина философия, она действительно ближе к стартаперской, в силиконовой долине, оно немножко ближе к хиппи, все люди-братья, получилось, не получилось, не важно, важно, что мы получили опыт и так далее. И все говорят, вот, там, противостояние, Черняк, Портнягин. Я не увидел там какого-то четкого победителя. В данном случае Дима вел себя в соответствии со своими какими-то убеждениями, Женя вел себя со своими убеждениями, это было интересно. По поводу маржи, если ему задали такой вопрос, он мог ответить по-другому, но мне кажется, он просто не ждал никакой агрессии. Но ты можешь назвать свой годовой оборот и маржу, чистый доход за год? Ну, я могу сказать так, что я не собираюсь называть там конкретные цифры, но если мы говорим о маржи, меня больше интересует показатель нормы прибыли. Я знаю эти показатели у себя в компании, я помню эти показатели за все 7 лет, и я знаю, как они отличаются в зависимости от рынков. То есть, потому что норма прибыли по отрасли в Англии отличается от нормы прибыли в Германии или отличается от нормы прибыли в Украине. Но я не буду этим делиться, не вижу смысла. То есть, не обязан предприниматель, частный предприниматель? Конечно, не обязан. Сформулируем так, обязан знать, не обязан говорить. И поэтому я не оправдываю Диму, он мог ответить там по-другому, но это не повод для хейта. Друзья, у него точно все получилось. Нет ситуации, что человек не помнит маржу, а при этом он несет убытки и настолько все плохо, что даже забыл посчитать. Да он не успевает расти. Мы можем философствовать про какие-то вещи, но в данном случае говорили два победителя в двух разных жанрах. В рынке водки и в рынке шоу-бизнеса, медиа, ютуба, как угодно. Это два разных человека. Это спортсмен против певца. It's ok. Ok. Все люди-братья. И в данном случае там все несут добро той аудитории, которая есть. Я уверен, что было огромное количество людей, у которых впереди еще прекрасная бизнес-карьера. И из этого интервью они могли взять что-то для себя и у Жени, и у Димы. Поэтому выиграла аудитория. Это круто. Просто фоточки из твоего инстаграма и фейсбука и твои короткие комментарии относительно них. Что здесь происходит? Здесь нам было весело. Мы просто баловались, мы выпили, по-моему. Вы съели их потом? Да, нет, конечно. Помыли голову. Госзаказы это хорошо вообще? Госзаказы это нормально. У нас, в общем-то, какие-то государственные компании составляют ничтожную долю оборота. По поводу этой фотографии просто у нас проходил в хабе Ивэрн. Правительство отчитывалось перед волонтерами. По протоколу я, как владелец офиса, должен был встретить премьер-министра и его провести по офису. Он задал пару вопросов, я дал пару ответов. Забацал селфи и получил огромное количество хейта. В инстаграме, о боже, испортили контору, зачем? И так далее, и так далее. Поэтому я могу сказать, что мы очень далеко от власти и туда точно не стремимся. Я понимаю, что если мы хотим заниматься творчеством, нам нужна свобода. И почему нет? Это наш офис, абсолютно эмоциональное решение и момент, когда я послушал свою интуицию. Это после корпоратива, да? И принял риск. Это корпоратив, собственно, и есть. Это вот мы так праздновали корпоратив. Нет, это наш офис в момент, когда через неделю после того, как мы начали ремонт. Потому что мы тогда все снесли. И я уверен, что пространство определяет сознание. Мы снесли все. Я потратил практически все деньги, которые у меня были в тот момент, даже больше, на то, чтобы это сделать круто. И это оправдалось. Кстати, вместе с Андреем Федерием я буду выступать на мероприятии «Видеожирот для брендов». Оно пройдет в Киеве 9-10 июня. Будем рассказывать о том, как YouTube помогает продвигать себя и свою компанию. Приходите обязательно. Буду рад всех видеть. Ссылочки на подробности и на заказ билетов оставлю в описании. Сколько в день работаешь часов? В среднем. Могу ответить по-разному. От нуля. Потому что я не могу сказать, что я работаю. Скажем так, я живу. Вот вопрос. Я поехал сейчас на 3-4 дня на конференцию в Израиль со своим товарищем. Но я с ним знаком по работе. Формально это поездка по работе. Но я впервые был в Иерусалиме. Я купался в море. Я слушал невероятно вдохновляющие лекции и общался с людьми. Я был на работе или не на работе? Вопрос. Каннский фестиваль. Это работа или не работа? Ко мне пришел сегодня утром клиент. Но он настолько веселый, классный чувак, что мы первые 20 минут с ним пили кофе и просто ухахатывались. Потому что я ему рассказал пару историй, а он мне в ответ еще более смешные, яркие истории. Это была работа или что это вообще было? При этом я сидел в комнате, которая полностью заполнена картинами, которые создали мои друзья и прекрасные художники, которые выглядят ровно так и полностью соответствуют моим представлениям о прекрасном. И звучала пластинка, которая мне нравится. Это моя жизнь. Если бы у меня была опция пропустить эту встречу и просто сидеть дома, ну так я бы точно ее не пропускал. Есть куча примеров среди моих клиентов, людей, которые могут не работать с формальной финансовой точки зрения. Но они получают кайф, потому что это игра. Если отвечать на твой вопрос формально, я работаю в среднем 12 часов в день. Если вот в классическом понимании. То есть у меня рабочий день начинается рано, часов в 8-9 и заканчивается поздно, часов в 7-8-9. Я бы так сказал. Андрей, как ловить кайф в офисе, где сверху там мигает лампочка тусклая, нету прекрасных картин, которые написаны с лимитами художниками? Уволиться. Ну, это же проблема. Вот еще раз. Об этом, по-моему, Кови писал, по-моему, чуть ли не в первой главе. Я очень не люблю, когда я общаюсь с людьми, когда они ссылаются на третьи лица. Какие-то они, скажем так, они не разрешили мне это сделать. Меня заставили брать взятки. Меня заставили давать взятки. У нас такой офис в нашей компании. Ну что ж, вот да, я не могу на это повлиять. Болшет. Можете повлиять, сегодня напишите заявление, завтра уже не будете в этом офисе. Да, может быть, у вас есть страх потерять зарплату и потерять какую-то там стабильность очень иллюзорную. Но это ваш страх, это не их страх. И проблема не в этих лампах, а в этом страхе. В страхе действительно принять какие-то радикальные изменения. Потому что я об этом много думаю. Почему так происходит? Я думаю, что я недавно для себя сформулировал такой термин «норка». Да, то есть не тихая гавань, не что-то еще. Норка. Вот люди же, у них же первобытный менталитет на самом деле. Скажем так, пещерный еще, он еще не изменился. А пещерные люди, что они ищут? Они ищут базовые безопасности. Если есть пещера, в которой не капает на голову вода, если есть пещера, в которой нету, не знаю, львов, людоедов, и если в эту пещеру регулярно попадает какая-то еда, то в принципе для первобытного человека он окей, он молодец, он круто построил свою жизнь. И поэтому люди, которые нашли такую норку, ну, например, у них от бабушки досталась однокомнатная квартира, а еще он устроился в принципе в нормальную компанию, на в принципе нормальную работу, ну, не знаю, операционистом в банке. И у него есть свои, неважно, 4, 6, 12, 20, 25, 50 тысяч гривен в месяц, то в современных условиях он точно может, благодаря развитым сетям супермаркетов, купить себе относительно вкусной, относительно недорогой еды, прийти домой, включить интернет и получать бесконечное количество классного контента. Смотреть сериалы, при этом не обязательно же он будет смотреть тупые сериалы, он хоть, он может TED смотреть, да, скажем так, образовательные какие-то программы, он может смотреть, не знаю, Игры престолов, какие-то интеллектуальные фильмы и так далее. И он дан, он окей, да, то есть, скажем так. И одежду купить сейчас тоже не обязательно идти на секонд-хенд, то есть, в принципе, там, если вовремя пойти на акцию. И он не хочет потерять этот комфорт. И там, ну, купит он себе велосипед или будет пользоваться Uber. Это его выбор. И это понятный выбор, который нельзя осуждать. Потому что моя жизнь по сравнению с этим, она намного менее предсказуема. В ней огромное количество ответственности, в ней огромное количество рисков, в ней огромное количество усилий, в ней огромное количество стресса, эмоциональных затрат и так далее. Это высокая цена, которая заплачивается. Может, в один момент ты лишишься всего? Да, конечно. Мама-папа, компании, активов, о которых так и не поняли, что это за активы такие. Конечно. Ресторанчик какой? Конечно. Да, конечно, зачем мне ресторанчик? Нет. Я понял в какой-то момент, что мне неинтересный ресторанчик. Ресторанчик – это мама-папа бизнес. В общем-то, мне интересны системные бизнесы большие, которые могут, имеют потенциал зарабатывать миллионы долларов прибыли в год. Вот эти бизнесы мне интересны. С блокчейном они связаны? Нет. Я не играю в лотерею. Я придерживаюсь тоже Баффета, что надо инвестировать в те бизнесы, которые тебе понятны. И согласен с Джимом Коллинзом, что если у тебя больше 3-х приоритетов, то у тебя нет приоритетов. У меня есть, я могу сказать, 3 основные вещи, на которые я трачу свои мысли, деньги и так далее. Это компания Fedoriv, которая является основным моим бизнесом и самым важным, главным, и той платформой, через которую я творчески реализуюсь. Есть бизнес, который связан с продажей рыбы и морепродуктов, а есть бизнес, который связан с образованием. Вот есть 3 бизнеса, больше ничем не занимаюсь. Это моя дочь. Убишь историю, которую ты написал здесь? Ты забрал у всех своих детей гаджеты, отдал им Nokia 3310, условно говоря, и заставил читать книги. В данном случае здесь всегда есть какие-то тонкие грани. Давайте используем термин «спринты». То есть спринты и какие-то радикальные вещи. Если ты хочешь чего-то реально добиться, тебе нужны убедительные какие-то штуки. Тогда я увидел, что Яруся увлеклась конкретно просто бессмысленным потреблением чужого контента, каким-то инстаграмом и так далее, и так далее. И у нас ощутимо упали результаты в школе. Тогда мне нужно было радикальное действие. Я забрал все гаджеты и, в общем-то, разрешил только учиться, читать и так далее, и так далее. Сейчас у нас такой острой проблемы нет ни с одним из детей. У меня все дети обожают читать. Наверное, лидер по этому делу – это Катя, наша средняя дочка, которая проглатывает, наверное, книжку в день. За счет этого у нее мозг работает пугающе хорошо. Но я могу сказать так, что не через принуждение, а, наверное, через какую-то органичную тоже там среду. Старшая дочь тоже очень много читает. Читает каждый день, читает без принуждения, просит купить ей какие-то книги. Любимый у нее писатель сейчас – это Рэй Брэдбери. В общем-то, мы с ней обсуждаем какие-то достаточно сложные вопросы, которые она находит в его произведениях. И это предмет моей гордости. И это не ситуация все – гаджеты запрещены, зло и так далее. Вопрос, что вы с ними делаете. Ты любишь фотографироваться с этой картиной? Я не могу сказать, что я с ней люблю. Это фотографии старые. В общем-то, эта картина везела у меня в кабинете. Это был тоже такой достаточно радикальный жест. Это картина одесского художника по фамилии Зарва, которая называется «Гламурный паноптикум». Которая показывает, в общем-то, что если перегибать гламурную палку, к чему это приводит? Мне, наверное, всегда нравилось чуть-чуть людей, не знаю, эпатировать. Но потом, когда я уже 15 раз или 20 получил вопросы от своих клиентов, почему это висит у тебя в кабинете, я подумал, ну окей. Поэтому сейчас она висит у нас в офисе, в коридоре. Давай коротенький вопрос, и мы побежим в студию. Проект, где Porsche был до верху набит мивиной. Какие он изменения для компании повлек? Это был арт-проект. Это был чистый арт-проект, я его спонсировал. Производитель мивина не имел к этому отношения? Нет, мы купили какое-то адское количество мивины. На свои деньги? Конечно. И вопрос заключается... Это же была классная пиар-акция для самой мивины. Я думаю, им все равно. Ну, в общем-то, я думаю, что им все равно. Ну, точно так же, как там Энди Уорхол использовал супы Камбелга для своего... Все, они не сплатили за это. Это был проект художника Apple 315. И я могу сказать так, что у меня там 100 лет, в моей семье все мои родственники, все мои предки, если можем использовать такое пафосное слово, они занимались творчеством. Мой отец, он же мой дедушка, человек, который меня вырастил, сделал мужчиной и воспитал. Он был по образованию театральным актером и режиссером. А потом в 38 лет он поменял сферу, он стал режиссером-документалистом. Он занимался этим всю свою жизнь. Поэтому, когда я, в общем-то, планировал свою жизнь подростком, я думал, что я буду кинооператором. Я думал, что я буду оператором и режиссером. Так в итоге получилось? Фактически, да. Я тоже сейчас режиссер-документалист со своим влогом. Но вопрос в том, что творчество меня всегда интересовало не меньше, если не больше, чем бизнес. В чем главная задача компании Fedoriv? В чем уникальность? В чем ценность? В чем смысл компании Fedoriv? Это попытка, как в институте сварки имени Паттона, объединить в одной точке и спаять из этого один сплав две вещи. Это бизнес, который всегда про деньги и всегда про цифры. И творчество, которое всегда про эмоции, которое всегда про чувства. Ты на бизнес-констрате говорил, что дизайн – это немецкое слово, аналог инженера. Конечно. Да? То есть дизайнеры – это не художники, это инженеры. Ну, конечно. Но в данном случае дизайнеры в понимании в Германии в середине 19 века. И поэтому мне как раз вот эта стычка интересна. И вот эта вот скрещь. Но я не хочу выбирать. Мы точно не креативная студия. Мы точно не дизайн-бюро. Есть много мест или людей в Украине, Германии, Америке и так далее, которые тоже могут нарисовать, которые тоже могут снять классный ролик. Безусловно. Но настолько комплексно, системно и математически видеть бизнес как раз как модель, которая основана на возврате инвестиций, на понимании философии акционера, с одной стороны. А с другой стороны смотреть на это как на арт-объект. И понимать, зачем нужно заполнять Порш Мивиной. Просто потому, что это акт или это жест, или это что-то еще. Это то, что мне интересно. А есть проекты, за которые стыдно? Вот ты в интервью с Леонидом Парфеном, точнее он в интервью тебе, говорил, что он не может на себя смотреть в нулевых. Есть такие проекты, на которые ты не можешь смотреть? Есть, я могу сказать так, что скорее чуть-чуть обидно. Ну то есть вот стыдно и обидно, немножко разные вещи. Согласен. Если говорить о том, что там задевает мое личное самолюбие, то есть я могу сказать, что вот сейчас на вскидку у меня всплыло два проекта. Один проект, это проект по компании Vogue. Сеть заправок, да, скажем так, они пришли к нам, мы с ними начали работать. Мы предложили им определенную стратегию, мы предложили им определенный дизайн решения. В этой стратегии было очень много вещей, которые они потом внедрили. Но путь, который мы предложили для этих изменений, он предполагал фундаментальные изменения в компании, которые меняли ее радикально, да, то есть, скажем так, но на которые нужно было там, условно говоря, там пару лет. Компания в определенный момент, в общем-то, когда эти там вещи у нас купила, но сказала, вы знаете, мы пойдем немножко другим путем. И они пришли по пути таких быстрых, коротких изменений, которые были очень тактическими, которые были, им нужно было развивать розничные продажи. Они начали делать акции, они начали делать розыгрыши, они начали делать быстрые внедрения каких-то улучшений, пошли вот так вот пошагово вместо того, чтобы накапливать. И я понимаю, что они были правы. Почему? Потому что их логика оказалась намного ближе к логике, которую я понял чуть-чуть позже. Потому что, если не ошибаюсь, это было, по-моему, 2011 год или 2012, но это было давно. Логики айтишной, да, то есть, скрама, спринтов, вот этих вот гибких систем. А я еще тогда, в общем-то, и наша команда, мы тогда вот конкретно это решение предлагали в старой логике, старого времени, да, скажем так, того, что вот мы там сейчас сделаем идеальное решение, и потом его там через два года выкатим. Сейчас мы разделяем два пути, и мы параллельно работаем над какими-то длинными вещами, а при этом быстро делаем вещи, которые можно внедрять вот сейчас, да, то есть, которые связаны с очень коротким горизонтом планирования. У них действительно получилось. И с одной стороны, я им аплодирую, я рад, что я вижу в этом какие-то вещи, которые мы обсуждали, но это сделали не мы. И, в общем-то, это сделала внутренняя команда, это сделал топ-менеджмент, и они молодцы, а мы упустили возможность, да, скажем так, это одна история. И второе, это у нас был проект в целом в прошлом году, он был связан с недвижимостью, он был достаточно большим, достаточно амбициозным. Мне нравился и по-прежнему нравится их владелец, в общем-то, поскольку там есть фазер, да, есть папа, который пришел к нам и с достаточно большой степенью там свободы, которую мы получили, но, в общем-то, на уровне внедрения и столкновения двух культур, культуры нашего агентства и культуры компании, да, скажем так, нам не удалось реализовать, в общем-то, там все вещи, которых мы хотели. И мы пришли к выводу там через 9 месяцев, что там нам будет правильнее разойтись. Мы рассчитывали, что мы сможем какие-то изменения привить в структуру, но структура их отторгла, да, то есть, скажем так, то есть они не прижились. ДНК, который был внутри компании, он победил внешние инъекции. Но это какие-то единичные вещи. Есть намного больше проектов, которыми я горжусь, и, как я уже сказал, то есть я горжусь вот этим вот там долгосрочностью взаимоотношений. Андрей, я не хочу говорить о плагиате здесь, ты об этом много говорил уже. Мне здесь интересен другой вопрос. Объясню позицию для зрителя. Я общаюсь много и с музыкантами, и с творческими людьми, и понимаю, как часто какие-то вещи, которые ты где-то услышал, увидел, или они у тебя где-то на подкорке остались, они могут потом восприниматься как плагиат. Но вопрос в другом. Почему вы не документируете процесс создания продукта, чтобы потом доказать, что вот это не было плагиатом? А кому доказывать и зачем? Моим единственным, главным, самым важным судьей является клиент. Клиент был в процессе. Клиент видел процесс в течение всего года. Решение, которое рекомендовали мы изначально на презентации, это было другое решение. Это был один из вариантов, который рождался при мне, и который был производным из того решения, которое, в общем-то, мы предлагали. Тоже со стрелочками, но совсем другими. У клиента к нам не было ни одного вопроса. С момента, когда на презентации логотипа кто-то сказал, «О боже, это же какое-то радио», и так далее, есть логотип города Хьюстон. Они потом, знаете, эти штуки, они как утопленники, они всплевают. Оказалось, что есть какая-то компания еще где-то в Германии, которая занимается консалтингом в области логистики. Потом, через два года запустили специальный GPS для велосипеда, в котором будут световые диоды и так далее, и так далее. Для меня вопрос всегда создания бренда – это вопрос создания юридически защитимого нематериального актива. Если мы понимаем, что этот логотип на наших рынках присутствия может решать свою функцию, может быть зарегистрирован, может быть защищен, при этом будет нравиться потребителю, будет решать эти задачи, и потом кто-то увидел какие-то соответствия. Если мы работаем в области минимализма, пересечения гарантированы. То есть вы всегда найдете что-то похожее. Невозможно найти, если вы работаете в минимализме, скажем так, что-то абсолютно уникальное. Квадратики будут похожи на квадратики, кружочки будут похожи на кружочки. Моя любимая история про это, я ее рассказывал, это история про Ярослава Заблодского. Ярослав Заблодский – украинский стоматолог, главный украинский стоматолог. Он создал свой логотип в каком-то 90-каком-то году. Он его нарисовал с помощью львовских дизайнеров вокруг своей подписи. Прошло много лет, его бизнес изменился, я являюсь его клиентом. Я хожу туда регулярно чистить зубы и там, в общем-то, что-то делать. Он говорит, Андрей, скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь про Милова ТЭП? Я говорю, смотрите, в общем-то, поскольку у стиля есть история, подпись уже выглядит очень архаично. То есть то, как это сделано, видно, что это 90-е. Но буква «З», которая есть, она крутая. Как основной логотип оставьте эту букву, а подпись постепенно просто убирайте. Они это сделали. У них появились ручки дверные в виде буквы «З», появились значки в петличку и так далее. Проходит какое-то время, и он присылает мне фотографию из Брюсселя, где он видит логотип аэропорта Брюсселя, который один в один – это буква. Но там это буква «Б», а у него это буква «З». Плагиат. Брюссель украл букву первую фамилии главного украинского стоматолога. У меня таких примеров миллион. Давай так. Я услышал про юридическую чистоту. Если пользоваться этим подходом, могу я в какой-нибудь Бразилии зарегистрировать логотип «Новой почты» и не платить тебе деньги. Это ваш выбор, как предприниматель. Делайте то, что вы считаете нужным. Окей, спасибо. Ну вот еще один пример, пожалуйста. Найдите 10 отличий. Потому что если люди хотят найти что-то плохое, они точно это найдут. Ну, то есть нет шанса не найти плохое. Вопрос, какие твои намерения? Вопрос здесь в другом. Когда ты делаешь любой логотип, как дизайнер, ты должен постоянно думать о Фрейде и о том, чтобы твой логотип не был похож на, извините, пенис и жопу. Чтобы не получилось вот так, я имею в виду. Я могу сказать, что любой хороший логотип, он похож на какие-то фаллические символы. Потому что все в мире имеет форму или вытянутую, или округлую. И даже косточка Федерев в каком-то смысле может быть воспринято. Мне многие говорят, что это два пениса. Поэтому это в два раза лучше. Кто-то видит в этом косточку, кто-то фаллический символ. Это личные психополовые травмы каждого. Анальная фиксация, различные формы извращений. Это личное дело каждого. Если у кого-то что-то болит, если кому-то нужна помощь, я рекомендую обращаться сразу к врачам специальным. Вопрос еще раз. Сколько агентств в стране, которые делают крутую работу? Которые делают минимум 5 крутых проектов в год, которые можно предъявить миру? Сколько? Я думаю, что до 5. А может быть до 10, если там будет хороший ветер. В Украине на 40 миллионов нужно хотя бы 100 агентств. А может быть 200. А может быть 500. И пока мы тут занимаемся перетягиванием канатика. Даже не каната, не канатика. Веревочки. Перетягиванием веревочки. И там люди делят вот этот вот цветочек. За забором гигантский лес. И моя проблема заключается не в том, что, о боже, не я разработал логотип Украин. А в том, что у меня еще нет офисов в пяти столицах мира. В том, что я хочу быть в Нью-Йорке, хочу быть в Сан-Франциско, в Лондоне, в Шанхае и так далее. И я свою домашнюю работу еще не сделал. И вопрос. У меня на это уйдет 3 года, 5, 7 или 15. И все эти вопросы только ко мне. Понимаете? И поэтому вопрос, когда люди тратят свое время на то, чтобы что-то обсуждать, ругаться, доказывать, смеяться, ликовать какому-то мелкому проколу или какому-то моменту других, я считаю, что это очень мелко. Я считаю, что люди должны драться с собой вчерашним и ставить себе простую планку. Я смогу расти не на скорости рынка, а на 30, 50, 70, 100% в год, вопреки всему. Или не смогу. Вот что должно их волновать. И это то, что меня волнует. То есть, скажем так, я злюсь на себя. Потому что, возможно, если бы я действовал более грамотно в вопросах менеджмента год назад, наши показатели роста были бы выше. Мы могли бы сделать еще больше интересных работ. Работы хватит в мире на всех. Мир несовершенный. Улучшить можно что угодно. Эту чашку, этот стол, эту студию и так далее. Так делайте это. Моя проблема, моя проблема, она другая. Это когда ты выходишь из метро. Крещатик, ты попадаешь в визуальный ад. Ты попадаешь, я использую это слово один раз в этом прекрасном, уважаемом интервью, ты попадаешь в полный пиздец. Потому что то, что происходит вокруг, как оно жужжит, светится, мигает, как все это выглядит, вот это проблема. Визуальная среда маленьких городов Украины, где эта смесь какой-то псевдоисторичности с укргламуром, с псевдопафосом, с жертвестом, с золотыми рамами, на которые натянуты дешево, плохо напечатанные виниловые конструкции, с кривой подсветкой, на фоне хрущевских домов, про лакшери, престиж, VIP и так далее, мимо которых ездят ужасные машины на литовских номерах и ходят неоправданно нарядно, но очень дешево, к сожалению, одетые люди. Вот реальная проблема, вот то, о чем нужно спорить, кричать. Проблема в том, что ты выезжаешь из Борисполя и видишь один, два, три бигборда, например, борделей. Вот проблема, о которой стоит вести общественную дискуссию, да, то есть, скажем так, касательно бренда Украины. Вот, а будет этот логотип такой или чуть-чуть другой, будет он это самое и так далее, послушайте, ну, сори, мы не о том говорим, не та повестка. Ну, вот и все, друзья, надеюсь, вам понравилось это интервью, действительно было, мне кажется, вдохновляющее. Мы за этот час побывали и в Африке, и в Германии, и во многих других местах реальных или в воображении Андрея Федорио. Мне понравилось, если честно, я уже поставил лайк этому видео. Если вам тоже, то обязательно сделайте то же самое, подпишитесь на канал и напишите комментарий, чтобы вам было проще это сделать. Мы вас мотивируем это сделать, друзья. У нас сегодня в одном выпуске целых два конкурса. Об одном мы уже рассказали немножко раньше, это наши друзья с канала Большая Рыба, где вы сможете выиграть GoPro 5. Все условия есть в описании нашего видео. А сейчас конкурс от Андрея Федорио. Собственно, вы можете выиграть вот эту колонку, всепогодную, мобильную, где вы можете взять на пикник, сейчас лето, это очень актуально, с автографом вот таким вот оригинальным непосредственно от Андрея. Плюс книга «От хорошего к великому», подписанная также Андреем Федорио. Что нужно сделать? Первое. Подписаться на канал Андрея Федорио. Там классно, там интервью с крутейшими ребятами. Чичваркин, Парфенов, Гарри Каспаров и уйма еще профессионалов в свое дело, интересно, сам смотрю. Подписаться, разумеется, на наш канал, потому что у нас то же самое, тоже много крутых ребят, тоже много классных интервью. Поставить лайк этому видео. И четвертое. Написать комментарий. А что за комментарии? Да все просто. Друзья, если у вас есть бизнес или бренд, расскажите историю создания этого бренда, логотипа, айдентики и так далее. А если у вас бренда и бизнес пока своего нет, то расскажите о каких-то фокапах, чужих брендах, которые вы встречали. Какой-то несуразный логотип, какое-то странное смешное название. Можно со ссылочкой на них, со ссылкой на картинку или на сайт этой компании. Мы с удовольствием все посмотрим и ровно через неделю совместно с Андреем выберем одного автора и он получит, собственно, колонку и книгу. Два приза, да даже три приза у нас сегодня в выпуске. Круто, круто. Мне очень нравятся, друзья, что мы делаем и хорошие призы, и самое главное, качественный, классный контент. Подписывайтесь. Увидимся с вами через неделю. Это Фанч Ти Ви. До встречи. Пока. Фанч Ти Ви